Половина Европы оказалась под снегом. На дорогах царит хаос, отменяются авиарейсы, повсеместно перебои с электричеством. Подробнее Игорь Янютин. Сильнейший снега подзасыпал Балканы и большую часть Восточной Европы. Двое суток непрекращавшаяся метель сделала дороги непроходимыми. Во многих местах намело трехметровый слой снега. В Румынии премьер-министр распорядился направить армию и танки для расчистки автодорог и вызволения застрявших в пути автомобилистов. За минувшие сутки были спасены от переохлаждения пассажиры сотен машин. Однако у них остались претензии к властям. Да, конечно, правительство нам помогает, чай разносит. Шучу. На самом деле мы им безразличны. Только мама позвонила узнать, как я. Им надо просторопнее убирать снег. Прогноз погоды можно было узнать заранее. Мы платим налоги, страховки и прочие безумные поборы. А они сидят. Впрочем, это Румыния, что вы хотите. На юге страны из-за заносов и обледенения сошел с рельсов пассажирский поезд. К счастью, никто не пострадал. В аэропорту Бухареста отменены десятки рейсов. То же самое и в соседних Черногории, Косове и Альбе. Там в десяти районах объявлено чрезвычайное положение. В снегу Белград и другие крупные города. Многие деревни отрезаны снегопадом от большой земли. Прервано междугороднее сообщение. Десятки тысяч домов остались без света. Закрыты школы. В столице Болгарии остановился городской транспорт. Горожане часами мерзнут на остановках. Несколько сотен сел и городов тоже лишились электричества. Закрыты горные перевалы. Встали черноморские порты. А вот в Чехии решили воспользоваться морозом и снегом и устроили гонки на собачьих упряжках. В 240-километровом марафоне участвует 100 команд из восьми стран Европы. Игорь Нютин, ТВ-центр.